Уважаемые зрители, в нашем интернет-магазине появился новый мастер-класс техника выметающего дыхания. Очень интересная вещь, глобальная. Она позволяет из пространства, где застряла ваша энергия, ее забрать. То есть вывести любое заболевание в точку ноль, любую финансовую кризисную состояние в точку ноль. То есть это потрясающая вещь, там подробнее будет на ней рассказано. Все так же там еще до сих пор висит техника конфликта универсальная, которая 95% конфликтов решит и ответов на ваши вопросы. То есть это порядка 95% психологии. Также там есть уникальная техника по поводу гиперактивного мочевого пузыря и гарантированного оргазма. Всем добра и света. Доброго времени суток. Всем добра и света. Всем здравствуйте. Так. Есть тема очень интересная. И на эту тему есть очень интересный анекдот. Тема, если в двух словах примерно будет звучать так. Мы, когда принимаем какое-либо решение, или подходим к какому-либо вопросу, мы это делаем, скорее всего, в торопях, неосмотрительно, и не со всех сторон, как говорится, этот опробь. Важные вещи решаем на ходу, мимоходом. То есть правило Паретта, можно вклюнуть, на 80% суеты приносит 20% результата. И 20% эффективного действия приносит 80% результата. У меня есть любимый фильм, один из любимых, точнее, моментов в фильме. Я когда-то смотрела фильм «Такси», и там, помните, когда он чаек скипятить решил, и дом сжег. Этот таксист приезжает, глаза выпучил, он говорит, для того, чтобы скипятить чайник, не обязательно поджигать дом. Понимаете? А мы очень часто сжигаем дома, и какие-то вот... На суету очень много времени уходит, а важное решение у нас обычно в попыхах. Так вот, на эту тему есть очень интересный анекдот. Значит, мужик, назовем его олигархом, ну, бабла немерена, короче говоря. Приходит к врачу с таким вопросом. Доктор, головные боли страшные, ничего не могу поделать, уже всех врачей обижал, никто ничего сказать не может. Кидает ему на стол, значит, котлету Баксов, говорит, доктор, обследуй. Ну, доктор котлету Баксов увидал, глаза выпучил, мужика утыкал разными приборами. Эпикрис написал Льву Толстому с его войной и миром нервно курит в сторонке. Значит, ну, говорит, я пришел только к одному выводу, тебя надо кастрировать. Говорит, да доктор, ну я еще молодой, как бы хочу. Ну, решай, либо так, либо... Головные боли. Тут, ну, думал, думал. Ну, блин, ну, мучиться тоже уже надоело. Все, ладно, кастрируйте. Ну, как говорится, операция прошла успешно, головные боли прекратились, ну, мужик на радостях поехал в круиз, зашел там в дорогой ресторан, по бутикам пошел, набрал шматья себе всякого дорогого. К нему, значит, хозяин магазина подходит, хороший клиент, надо ему белье фирменное предложить. Говорит, ну, тот посмотрел, ну, вот, беру вот те, вот те, вот те, но только мне надо на два размера меньше. Тут на него смотрит молодой человек, я уже 25 лет в этом бизнесе, я знаю, что вам надо на два размера больше. Говорит, нет, мне надо на два размера меньше. Всю жизнь носил на два размера меньше, говорит, давайте на два размера меньше. Молодой человек, если вы будете надевать эти трусы на два размера меньше, у вас будут сильно сдавливать яйца и будут страшные головные боли. Как-то так Всем добра и света, всего доброго Смотрите на вещи со всех сторон И отсутствие головной боли А самое главное, вы знаете Если вот что-то происходит Я думаю, все-таки стоит обратиться к специалисту Вы же не идете чинить телевизор к бабушке на скамейку Ну, починил же он уже головные боли, да? Простым способом Да, идите к специалисту, который на этом сам лично собаку съел Всем добра и света Торик, так посмотри Тебя есть никто не будет, сынок, нить